Доброе утро, дорогая церковь, дорогие друзья! Хотел бы оставить вам некоторое одно пожелание на этот прекрасный день, который сотворил Господь, и прочитать один отрывок из Священного Писания для нас, для нашего назидания. Апостол Павел Евреем в 12-й главе записывает интересный момент с 5-го стиха. «Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя, ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если ли какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое вам общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей, то есть Господь, наказывает для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Интересный момент описывает апостол Павел. Он говорит, что, обращаясь как бы к нам, к детям Божьим, и сравнивает нас с родителями и детьми, и говорит, что «Сын мой, не пренебрегай наказания, которые родители тебя наказывают, делая тебе, причиняя какую-то боль, для того лишь, чтобы ты стал лучшим». Раньше он говорит, приводит пример о Иисусе Христе, который был единственный сын у Бога, и Господь его послал сюда, на землю, чтобы он, не заслуживая, понес наказание, чтобы нас привлечь и приобрести для Царствия Божия. Поэтому Господь, когда мы проходим земную жизнь, допускает нам испытания, он где-то нас останавливает каким-то наказанием, возможно, болезнью, возможно, какие-то кто-то переживает притеснения. Церковь Божия по всему лицу земли, дети Божии, всегда переживают какие-то переживания, переносят какую-то боль, какую-то проблему, какие-то притеснения, как я уже упомянул. Лишь только для того Господь допускает это для нас, чтобы мы понимали, что мы действительно стремились, чтобы стать ближе, чтобы стать сродниться через кровь Его, которая была пролита. Иисус Христос сделал нас родными детьми, нас родными сынами Божьими и дочерями Божьими через Его пролитую кровь невинную. И поэтому я бы хотел привести такой пример на той профессии, которой я занимаюсь. Вот ботинок, который был сделан на фабрике, возможно, он был сделан некачественно. Какой бы он ни был дорогой, человек купил его, начал его носить, и почему-то он расклеился. Нам пришлось приложить усилия, сделать ему больно, открыть, вычистить всю грязь. Вот сколько грязи отсюда сыпется. Вот так и нас Господь делает нам больно, нас очищает только лишь для того, чтобы нас опять приклеить, наложить клея хорошего, воспитать нас, положить под пресс, чтобы прижать хорошенько. Для чего? Для того, чтобы мы могли служить. Этот ботинок был для того, чтобы он мог служить. Вот этот дорогой туфель, сделанный в Париже, он был сделан для того, чтобы его носить. Человек приобрел, заплатил более тысячи долларов за пару обуви, и приносит мне и говорит, я не могу их носить, они красивые, но очень скользкие. Подклей что-то тонкую, какую-то резинку, нан-слеп, для того, чтобы я могла их носить. Мне пришлось, опять же, ему причинить боль, зачистить, наложить клея, поставить под пресс, подержать хорошенько, чтобы оно приклеилось. Для чего? Для того, чтобы он мог быть полезным, для того, чтобы человек мог его использовать. Что-то подобное происходит с нами, когда мы переживаем какую-то боль, когда Господь допускает нам какое-то наказание, только лишь для той причины, чтобы когда-то в вечности мы могли встретиться с нашим Отцом Небесным, так как Он называет нас родными детями, родными сынами и дочерями. Поэтому, дорогие мои, если переживаете какие-то наказания и вам кажется, за что, проверьте себя, может, Господь хочет поменять нас, может, Господь хочет использовать нас, может, Господь хочет приобрести нас для Его Вечного Царства. Это будет временное наказание, это будет временная боль, это будет временное, пока мы на земле. Поэтому пусть благословит нас Господь, чтобы мы помнили, что только истинные родные дети наказываемы, а те, которые приемные, они не дети, о них не печутся. Но Господь называет нас родными, поэтому иногда допускает нам наказание и для того лишь, чтобы привести нас чистыми, святыми, выдержанными, испытанными в свое чудесное Царство. Благословения вам в этом дне! Редактор субтитров А.Семкин